Ну, чтобы попасть в Европу, мало хотеть попасть в Европу. Там, короче, условия есть для попадания в Европу. Надо, чтобы тебе мусор перерабатывался как минимум на 40% или типа того. А в Черногории он примерно 1%. Так что шансов у них все равно нет. Так, опять лагает. А, ну в Черногории так много мусора. А, ну сейчас, наверное, уже не должно лагать. Наверное, старые сообщения уже. А, ну сейчас, я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok У меня есть статуи, которые молиться надо. Мне все время кажется, что там в чипе штурмтруперы Звездный Клорис стоит. А че ты листал? Там че попалось, да? Да, да, да. Там пухтое место было. Там бежит медведь. Вот так мало хп снимает. Ага, курсы же пустые. У него очень толстая пальба. Иди спать, Натянушка, завтра вставать. Спокойной ночи, Натянушка, иди спать. Выполнила план максимум на сегодня. Ты жив. Вот это сюрприз. Что произошло? Попал. Теперь мы будем знать, где яма Аруши. Отличная новость. Отдыхай. Я у тебя и так много попросил. Пурить не буду. Спокойной ночи. Я уже готов будем искать его перлогу. Че, уже пора? Я, может, и не могу держать оружие, но у меня есть ты. Если поможешь старику, то все отлично. А, очень много веры в меня. Но не волнуйся, старик, я тебя поддержу. Я начинаю собираться. Скажи мне, когда будешь готов. Ну, ну. В нем ли супер дайте? Извини, что я стал ждать. Вот капсулу твоего отца. Вы нашли ее? Ого. Извини, Гриша, заставил ждать. Ни хрена себе. Ты еще раз добавишь рулет кумонов. Будет ли их два? Нифига лайфхак ты придумал. Да, это хитро придумал. Я даже сразу не догадался. Я думаю, да. Можно добавить то, что уже есть, но как только оно один раз выпадет, то лишние разы будут удаляться. Интересно, что твой отец туда засунул. Посмотрим. Должно быть интересно. Тут конфета, камень, бутылочные крышки, маленькая фигурка из жести. Может не так интересно. Это должно быть были сокровища у его отца, когда он был мальчиком. Отнесено его в могилу. Его дух порадуется. Да, почему бы и нет. Прикольно. Спасибо большое, правда. Может наконец получил какой-то клоужер с отцом. Хорошо, что смог помочь. Вот возьмите лынок благодарности. Масло для зажигалки. Спасибо, мужик. Видимо, у нас слишком мало лисик шкурок. Надо наверно три, правда. Ученый, медведь дальше пойдем охотиться или как? Давай закончим с медведем. Я думаю, что если игра выпадает, то ее количество сбрасывается на единичку. До нуля? До нуля. На ноль сбрасываем, когда проходим игру. Ого, ничего себе. А я думала продолжаем. Вот смотри, до нас даже донеслось. Это они радуются выбором? Да. Рассчитываю на тебя, потому что не могу еще держать оружие. Я знаю. Откуда сигнал идет? Глубоко в лесах. Я просто там был уже. Постояние неважно. Пойдем. Просто проверяй, что мы на правильном пути. Хорошо. А как проверять? Он сам проверяет. Нифига, так как круто гриб собрал. Ага. Так, у медведя говорят твердый череп, ты говори. Или у этого нормально, я забыл. Это не я, Морош. У них нет. Ага. Не надо сказать, что этот пляж мне сделать. Угу. Сразу же будет как-то выходить в ловушку. Ага. Все это retrieve. на тени и канаве где и синий на и канаве я какая конкретная ну вот которая здесь поставил мне нужно на лис лучше на лист работает Ложные представления. Лисы, я так понимаю, сюда не забираются. А чё ты так мало хп? Блин, знаю. Ты чё-то когда пришёл, у тебя уже была половина. Мы его, видимо, не отхиляли. Сейчас до домика дойдём. Субтитры делал Dima. Субтитры делал Dima. Субтитры делал Dima. Так что в России все бы праздновали примерно так же, я думаю. Возможно. Кудрэсан. Ну, двигается. Отрежем его. Тут была ушка в сторонном месте. О, это не свинья, а какая-то. Определённо это свинья. Лиса. Лиса. Точно. Сейчас я тут инженерств. Блин, я не взял с собой набор инженера. Кто-то. Без далека не вижу дивану. Мелкая. Они не все мелкие. Ну, я вижу, что не медведь. Не медведь. Попыш тут менеджмента. Причём, раз он может отправлять в город, то как Араэльс, пусть и сам отправлял. Зачем мне это нажимать? Может, мода есть? Сомневаюсь. Мне кажется, это очень глубоко вшито. Так, где дом? Ван дом, кстати, рядом. Лежу. Лежу. Отсюда тоже нельзя отправлять. Ну, поехали дальше. Попыш вот этот город. Вот это наш друг. Пишите. В смысле? Потапарейт. Может, ты не отставай, так? Субтитры сделал DimaTorzok 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 блин хочу суши краба не хочешь хочу краба приветку хочу победил систему да хорошо я добавлю ты какой модель не хрена себе три раза превышать свои шансы я помню кирю в нулевые кузи так дело когда был покатиной старость не радость ну ты знаешь весь камера не бешеная новым годом мазафакерс к кровищи растекается свои байк новенькие не будет и мы все с ним в порядке сэджим его патчем его в обратную сторону потом побил скучал к вакуума починил нашла еще на сколовках как у вас тут новогодненько мне нравится должно быть место в котором самое вкусное морская еда с рисом но по карте хрен найдешь я понимаю надо брать подарки для друзей дома очень много из чего приходится выбирать что с этим чуваком предрождественская лихорадка как насчет муховых шариков марима так что с этим чувством как насчет мухов и как насчет мухов и как насчет мухов и Много денег? Угу. Прогу купить. Что-то у вас тут хлам сплошный. Ну хоть суп куплю. Приятного аппетита! Конец стоминанты. Мне в средневековье стоминантов не хватает. Я слышал, заключенный сбежал. Ты не думаешь, что они отменят фестиваль снега из-за него? Я хочу, чтобы мой бойфренд мне там признался. Надеюсь, сделал предложение. Надеюсь, этого парня из-за решетки не засадят. Да, я тоже. А, вот ты где. Нашел хорошие места? А как же сушильня? А он про него ничего не сказал вроде. Как? Надо сначала нажать рекоменд. Нет, в смысле, он обычно говорит, когда заходят сушильню, надо порекомендовать мужику. А, и правда ты права. Видимо, еле уже сушильню. Видимо. Что-то у вас есть пик. Да-да, x-go... Что-то там за вопросительный знак. Эй, ты в порядке? Ааа, парень замерзает. Нужно найти ему горячей еды. Не зря суп купила, смотри, я как знала. Эй, можешь съесть. Какая причесона у него. Спасибо, у меня лучший. Меня зовут Хаяма, кстати. Я Сэйджима. Мне легко быть бездомным в снегу. Сэйджима так и представляется своим настоящим именем, заметь. В отличие от некоторых. Да, это не зимняя сказка для парней вроде меня. Ночью просто ужасно. Можешь спать? Только если совсем выбьюсь из сил. Тогда пытаюсь найти местечко на крыше. В переходе или что-нибудь такое. С крышей. А, место с крышей, да. И завернуться в свое одеяльце. Даже тогда холод это ужасно. Я пытаюсь не спать всю ночь. Спать днем безопаснее, потому что меньше шансов замерзнуть насмерть. Понятно. Я тут долгое время жил, но долго не проживу, не продержусь. Поэтому пытаюсь попасть в Токио, там теплее. Может, смогу заново жизнь начать. Там, конечно, будет не так уж и холодно, но в городе больше проблем, знаешь ли. С деньгами нормально. Но иногда нахожу какую-то работу от правительства и копил. Это будет стоить 10 тысяч йен добраться до Токио. Такая цель у меня. Если ты не против, я могу тебе помочь с деньгами. Ни хрена себе. Ты мне уже достаточно помог, но спасибо за предложение. Я близок к своей цели и хочу сам с этим справиться. Хорошо, понял. У меня сегодня работа, на самом деле, надо идти. Конечно, береги себя. Мне нравится мусор всякий находить. Угу. Ну, конечно, когда надо было подбирать именно мусор, это очень стимулировало. Меня раздражало, что он спавнится. Да, меня раздражало, что он спавнится после того, как мы все собрали. Да. Мне нравится, когда что-то сделал, и оно остается сделанным. Стрелил врагов, а их трупы лежат. Никто не оживает. Не ешина. Это место должно привлечь внимание Тацию. Жжу только ради него. Очень мило. Добро пожаловать, пожалуйста, садитесь. Чтобы мне поесть. О, хочу Гёдза. О, господи, Игорь, сделай. У нас вареники есть. А? Вареники есть. Ну, они с картохой, а хочу с мясом. Капец ты красивый мужик. Наелся. Ха. Ха. Какой мужлан. Спасибо. Завидую их, Сгуд. Я сегодня кушала супчик. Но было, впрочем, вкусно. И батат. И батат. С мясом. Обожаю батат. Закупилась. Я заблудилась. А ты куда-то шла? Чё-то и тут камера тоже горячит так же. Я и говорю. Рано у меня раньше такого не было, кажется. Ты просто забыла. Прости, есть минутку? О, это же этот. Чё тебе надо? Я из Цукима туристической организации. Прямо сейчас мы хотим повысить ценность Цукимино в качестве мест назначения туристов. Компания по рекламе? Звучит как хорошая идея. Да, я бы хотел попросить вас пофотографировать места в Цукимино, которые вам, кажется, привлекут туристов. Фото будут использоваться в брошюрах и постерах. Если снимете пять мест, я вам дам отличный подарок. А камеры нет. Нет проблем, мы вам одолжим камеру. Просто рандомного чела с улицы просто взял. Да. У меня есть высококачественная одна объективная рефлексовая камера, чтобы вам отдать. Не знаю, что это значит. И сколько с меня? А, нет, бесплатно. Мне нужно... Но мне нужно, чтобы вы оставили способ с вами связаться. Пока нет причин отказывать. Приму предложение. Я всего лишь разыскиваемый преступник. Да, хорошо. Надо оставлять побольше контактов левым каким-то людям с улицы. Вау. Круто выглядит. Можете найти меня во время кампании. Возвращайтесь, когда снимете пять фотографий. Удачи. Мне нравится этот город. Лишнее местечко. А куда он делал всех людей? Неплохой снимок. Неужели он снимал с выдержки? В смысле, со штатива, на очень-очень длинные выдержки, чтобы людей не было. Это так работает? Да. Они настолько размываются, что их общение? Прикольно. Так можно? Круто. Но очень длинная выдержка. Я слышал. Я слышал. Я слышал. Я слышал. Сбежал чувак из тюрьмы. Серьезно. Да это как в фильме. Не удивительно, что копов съехал из полстраны. А что если он возьмет нас в заложники? Что думаешь? Родаки выплатят за нас плату? А ты кто такой? Мне нравится лисичка. Да, да. Суперская. Кита Кодзи. Улыбается. Куда вы что? Тут какой-то сапсторий был. Ни хрена себе. Все заблокировали. Тя унижают. Давай разбегайся на них. Ооо, как медведи. А, точно. Я учился этому в горах. Иногда не хватает тут катан и пистолета. Я согласен. Мне только тут. Ну технически тут можно и катанами пользоваться. Пистолетами. По-всячески их апгрейдить и качать. Ты не можешь пользоваться тем, что что-то тратили, да? Ну это не удобно. Твой внутренний скряга протестует. Ну просто неудобно все время вязать, да? На кнопки приходится жрать там, понимаешь? Нет. Нет? Понимаю. Ты же постоянный менеджер вещей. Ты просто есть что-то пользуешься. Ой, как больно. Класс. Он точно не умер? Он точно не умер? Мне бы так. Что, спина болит, Игорь? Я потеряла мужика. Где? Туда, туда. Правильно шла. Правильно шла. Правильно шла. Вы что там застряли, ребят? Еще более сломанный. Что? Еще более сломанный скутер у тебя в руках. Я подожгла его. Хруст безе у этого парня. Да нет, в карманах безе просто было. Что тут происходит? Несчастный случай? Авария, в смысле. Грузыки столкнулись. Никому не навредило, похоже. Помогите кто-нибудь, позовите полицию. Полиция едет. Лучше меня свалить. Что за? О, господи. Медведь. Медведь вылез из грузовика. Медведь из зоопарка. Все бегите. Зовите полицию. Медведь, бежим. Скорее. Все побежали, кроме Сейджима. Сейджим только полицию боится. Кто-нибудь, помогите. Эй. Я тут. Да это просто плюшевый мишка по сравнению с ямой Аруши. Эй, ты, убегай. Ты о чем думаешь вообще? Ну давай, давай. Что заносили над медведями? Медведь. Круто. Сейджим просто гроза медведей. Ого. Как все на дорогу. Сказал? Угу. Отпусти меня, мужик. Я думала мы друзья. Ха-ха-ха-ха-ха. Я не знаю, куда я нажала. Хотя хит очень сильно рос пока я задержала. Новые способности. Ну ты достал. Хорошо, что я стаминанов накупила. А че, где мое ружье, ребят? Я как-то забыл как без ружья драться. В избушке оставил. Ну они вот так хп мало бы сравнили со мной. Не то, что мы вчера дрались два часа. Да. Ну так это я мароши был. Нет, с ниндзей. А, с ниндзей, да. Спасибо огромное. Вы нас спасли. В порядке? Опасно было. Сэр, если б не вы, это была бы ужасная катастрофа. У меня не хватает слов, чтобы вас отблагодарить. Это не многое, но хотим, чтобы вы это взяли. Это честная работа. По крайней мере, это деньги, а не... Шкура куницы. Если б шкура куницы. Старые шестеренки ржавые. Но это все-таки целый день. Потерянная отвертка. Если хотите, мы с радостью вас познакомим с менеджерами в зоопарке. Они захотят вас лично поблагодарить. А у вас в зоопарке уже открыта вакансия чувака, который ходит и бьет животных по носу. Чтобы они хорошо себя вели. Не хочу, чтобы копы меня заметили. Извините, мне надо идти. А, но... Из-за вас никому не навредили. Да, все в порядке. Я принимаю ваш спасибо и пойду. Какой парень побил медведя кулаками. Вообще-то головой в основном. Нам никто не поверит. Ура, можно покушать. Бабахус. Блин, бесил. Тут произошли сжигалки точно. Худет по подворотне в поисках. Танта? Мужиков. Опа, чилик. Мы тут полные подворотни мужиков. Эти в порядке? Меня избила банда охотников за сантами. Охотников за сантами? Можешь просто сказать, ты в порядке или нет? Да, думаю, да. Ну, по крайней мере, можешь стоять. Это уже хороший знак. Да, извини, что беспокоил. Не волнуйся. Ну, что ты сказал? Охотники за сантами? Да, банда хулиганов. У них игра избивают работников в магазинах в костюмах сант. Ого, вот это хулиганы. Из-за них люди не считают больше квартал покупок безопасным местом. Испортило все праздничное настроение. Я с ними поговорю. Райордон, вы им что, лекцию прочитаете? Как? Они же за сантами охотятся. Одолжи мне свою одежду. И свой мотоцикл. Ладно, сам возьму. Будете использовать себя как приманку, да это безумие. У них около десяти ребят. В одиночку вы не сможете. Ты не видел, что за углом происходило, да? Я не планировал с ними драться. Они могут послушать моих слов. Сомневаюсь. Не волнуйся. Если все будет плохо, я сбегу. Все нормально. Ну ладно. Вау. Красавчик. Ну ладно. А у него был еще один костюм все это время? Теперь охотники за сантами на меня нападут. Просто будьте осторожны. У них оружие и они не боятся его использовать. Более того, если его полиция встретит, она его не узнает. Точно. Ладно. Пойдем искать охотников за сантами. Эй, это санта. Это они? Это они? О-о-о. Ура! Сейчас они его и забьют. Хе-хе-хе. Хе-хе. Милые детишки. Не так уж и плохо ходить в костюме. Не-не. Санта, можно мне мой подарок сейчас? А ну? А мне, а мне. Санта. Извините. Извините, шкеты. У меня ничего с собой нет. По крайней мере, хороших подарков для вас. Нечестно. Хочу мой подарок. Пожалуйста, санта. Подарков нет. У меня нет с собой саней. Мог бы из пенька что-нибудь выстрогать. А что ж вы его не взял? Смотрите, это же санта. Хочу подарок. Нет, денег еще не принес. Денег не хватило, как говорится. А зачем же ты? Что? Санта? Это же санта. Санта, можно посидеть у тебя на коленочках? А для меня подарок есть? Какого черта, откуда они все пришли? Вы все должны идти домой и ждать Рождества, чтобы получить свои подарки. Я так долго не могу ждать. Пожалуйста, можно сейчас, Санточка? Сейчас, погоди, я друзей приведу. Они тоже подарки хотят. Нет, не говори никому, что я здесь. Я онлайн написал, где санта. Все сейчас придут. Ты чего написала? Я говорю, они сейчас забьют его. Санта, а почему у тебя моего подарка нет? Эй, я тут первый пришел. Так, надо бежать. Блин, вот что Новый год надо было играть. Ну мы играли. А, ну не ту часть. Просто мы в основном стреляли в медведей. Так, кажется я от них убежал. Это было быстро. Блин, надо было попасться им. Я бы посмотрел, чем бы закончилось. Так, отлично сбежал. Ой, Санта, для нас подарки есть? А, вы охотник за Сантами, я вас искал. Он сразу понял. Нашел? Нашел? Нашел, старикан. Мы так рады тебя видеть. Наш третий Санта за сегодня. Ой! Да, мы лучшие... Эти... Калядовщики. Рождественские. Бить ваши головы в снегу. Бить ваши головы в снегу. Впереди снега мы летим. Я на русском не знаю эту песню. Она на русском бывает? Нет, наверное. Я на русском не слышала. В лесу били санточку. Ну как-то так. И мозги растеклись. Кругом кровища. И кровища. Ихихихихи. Зачем вы это делаете? Доверься мне. Просто делаем то, что любой хочет сделать. Всех достало это рождественское дерьмо каждый хренов год. Да, посмотри, что он тебе надет, мужик. Тупость какая. Кто бы говорил. У тебя что, девушки нет? Заткнись. Просто заткнись. Жаль, что твоя девушка здесь не будет, чтобы смыть кровь с твоего костюмчика. Он и так красный. Письма предусмотрительно. Одеться в красный и пойти бить мужиков. Дурень, говорит. Дурень, говорит. Это вот эти вот. Он из золота. Я уж думал, они с пистолетами и ножами. Я хотела взять елочку. Не дотянулась. Я же в хаске у миссанты, блин. Тут нет больше. О, тут и сани есть. Блин, я сломала елку. Ну что за дерьмо? Капец, ты испортила Рождество. Ну, хоть так. Ну, хоть так. Не говорит. Классный ворот. Потрясающий удар. Вау, смотри какой спортсмен выгал. Капец. Перепутала. Ребят, это ваш. Видал, он цепочкой загородился от Смитера. О, еще елочку нашла. Жалко, еды не хватает. Ладно, нормально. Так, мол, битву шума хулиган обычный. Хвать, хватит. Нам жаль. И мы не знаем еще. Сейчас я тебе спою песенку. Он пишет список, проверяет его дважды, отмечает нам кто плохой, кто хороший. Санта Клаус приходит к нам в город. Детишки, как я и говорил, у меня для вас ничего нет. Да ладно, ты же Санта. У тебя что, нет подарков? Кончились. Кроме вот этих вещиц, наверное. Подожди, это наши. Ого, бейсбольная бита, прям как я хотел. Как, 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 как. Это удачно вышло. Фанат спорта, значит. Бери сколько хочешь. Круто. А я вот это хочу, Санта. Нунчаки? Любишь кунг-фу? Да, смотрю кунг-фу фильмы все время. Хиа! Нет, мои внучаки, они целое состояние стоили. По-моему, честно. Детишкам нужно порадоваться Рождеству после того, как вы у них забрали. Да. Если у тебя есть с этим проблемы, я слушаю, давай. Я... Не, все нормально. Давайте, маленькие братишки, берите что хотите. Ура! Это лучшее Рождество на свете. Спасибо, Санта. Ха, я могу привыкнуть к этому всему с Сантой. С Рождеством всех! Очень мило. Да, жалко костюм забрали. Ну тут же можно будет в него в постгейме переодеться. Какая елочка в такой подворотне стоит. Да кто вообще играет в постгейме? Кто еще мужик? Тоже мерзнет. На этот раз женщина? Эй, юная дама, вы в порядке? Вы как будто сейчас суда два не потеряете. Я в порядке, вы знаете Мацулам барбекю? Ресторан. Хочешь знать где он? Нет, я знаю где он, я проверил онлайн. Так что происходит? Что у тебя с ногами? Я долгое время голодала, потому что хотела поесть самое лучшее барбекю из ягнемка на свете. На пустой желудок гораздо вкуснее все. Безумие. Я думал у тебя проблемы. Подождите, пожалуйста. Можете меня отвезти в Мацулам барбекю? Я не уверен, что могу на ногах стоять. Хорошо. Где оно? На Кацуки стрит. Хорошо, отведу. Это рядом. Спасибо большое. Хорошо, что они в ДНД про город играли и он знает где и что находится теперь. Здесь, да, Мацулам барбекю. Да, наконец-то наслаждусь легендарным барбекю с ягнемком. Ладно, юная леди, не против я себя пойду? Подождите, давайте я угощу вас ужином. Благодарность. Незачем. Я еще не пал так низко, чтобы юное дитя меня кормить. Пожалуйста, разве люди в вашем возрасте не все время просят людей помоложе проявлять больше вежливости? Хех, ладно. Уделала. Замечательно. Меня зовут Мами Ямашита. Я журналист еды. Значит, ешь кушать твоя работа. Не, это сейчас мое личное время. Так что нет проблем с тем, что я вас угощу. Хорошо, тогда я Сейджима. Не будем тратить время, Сейджима-сан. Барбекю из ягненка здесь просто легендарное. Ягненка выбирают из лучших стат в Новой Зеландии, а соус делают согласно секретному рецепту, который 10 лет оттачивали. Ему 50 плюс лет, по-моему, да, примерно так. Ну ты что? Нет? Ему... Лет 40, точно. Типа того, да. Скорее 30 даже с чем-то. Ему разве не столько же, сколько Кирью. А Кирью что, уже 40? Ну, 40 лет, я думаю, ему точно есть. Ой... А мы можем в игре посмотреть лучше. Все говорят, что это вкуснее, чем где бы то ни было. Ну, ты знаешь об заведении, прежде чем ты даже попробовала. Ну, его репутация заставила меня голодать со вчерашнего дня. Ты говорила, что голодал долгое время, а день в день это немного. Ну, он там же был написан, нет? Вот, вот, вот. Все мимо. Блин, ни хрена себе, Шарахстейман такой старый уже. Почти 50, да. Сержин Сан, почему бы мне не заказать за нас обоих? Я все исследовала. Хорошо. Он в жизни в тюрьме посидел, как лох вообще. Значит, это знаменитая барбекю из ягненка. Пахнет вкусно. Не сдерживайте. Давайте поедим. Очень вкусно. Ягненок даже не резиновый. Круто, да? Гораздо круче, чем все остальные места. Да? Так стоило того. Могу есть это вечно. Ого, она все еще ест. Потрясающе. Ммм, как вкусно. Ой, вы закончили? Мне надо идти. Я потрясен тем, как вы много смогли съесть. Это нормально для меня. Хорошая девочка и кушает хорошо. В канночках и на замочках? Да. Я обычно ем три больших тарелки с рисом. Обожаю рис. Правда? Кстати, Гресса и Джима-сан. Что делать? Кем вы работаете? Ну, разным. Понятно. А ты? Ты журналист на полный день, рабочий день. К несчастью, нет. Я еще актриса в ТВ-драмах. Ну, это интересно. Да, я не большая звезда, но мне нравится. И иногда можно поозвучивать кого-нибудь. Ага. Ну, вы можете попросить, это очень важно. Что такое? Давай. Я думаю, я хочу заказать еще барбекю. Вы не против? Как? Хочу барбекю. Очень удачно, да. Очень тоже кушать хотел. Было очень замечательно. Никогда не была счастливее, чем когда ем хорошую еду. Ничего, что ты заплатил за ужин? Конечно. Я же съел большую часть. Логично. Чуть не забыла. Что? Мне скажите, что самое вкусное вы ели в последнее время? В смысле? Я у всех спрашиваю, когда встречаюсь впервые. Как я узнал про мацолам барбекю? Вопрос, который меня помог найти самые чудесные открытия еды. Так что я его все время спрашиваю. Понял. Самое вкусное? Ну, наверное, похлебка из оленя. Нифига себе. Похлебка из оленя? А так я никогда не пробовал. В деревушке охотников я ее попробовал. Потерялся в пургу и человек, который меня спас, меня угостил. Лучшая еда в моей жизни. Теперь понятно, почему у него нет девушки в его года. И как на вкус? Ну, знаешь, я слышал, что у оленей есть специфический запах, но пахло очень вкусно. Может быть, это из-за мисса. Они не варят оленя мясо до конца, не доваривают. Подают его еще мягеньким. Было потрясающе. О, новый вкус. Никогда не пробовала. Жду с нетерпением. Ну, в следующий раз, когда буду в горах, я тебе поохочусь на оленей. Это в благодарность за барбекю. Не-не, это слишком долго. Когда я решила, я хочу немедленно попробовать, как можно скорее. В смысле сейчас, но мы только поели. Всегда есть место для новых вкусов. Нет времени, чтобы его терять. Спасибо большое, Сейджим Исан. Направляюсь в горы. А, окей. Поесть оленей похлебки. Побежала. Так я молодец. А как же голод, который лучшая приправа? Серьезно, пошла в горы? Не, не может быть. Никто не может быть настолько экстремальным гидоком. Правда? Как же что? А, голод, лучшая приправа. Пока она добежит до деревни пешком. Пошел еще поедет. Мне надо было посмотреть, захочет ли он рассказать мужику про это место. Да, захотел. Ты была права, я бы не догадался. Ну, время навернуть барбекю. Вот тебя отметили, как будто ты уел уже. Прикольно. Бежит, а не доедет, да? Спасибо. Удар. Хочу побить мужика. Вот этот мужик выглядит, как будто он хочет, чтобы я его побила. Нифига, он мопеда непроницаемый. А нет, все-таки проницаемый. Вы что застали? Мы его леволапа застали? Он в полицию занят? Тут, оказывается, мужики умеют звонить и вызывать еще мужиков. Очень мило, правда? Зачем мешать, если я так и забью больше мужиков? Дружба, это... Магия! Ура! Ура! Интересно, а мужики, которых привел мужик, могут тоже кому-нибудь позвонить и вызвать еще новых мужиков? Ура! 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 лежишь давай вот они расстроились а мне было так весело но я не хотел их расстраивать я думала нам всем будет весело помогите кто-нибудь все происходит может ладно здесь хочешь там чайник кончился чем угощать это курьер он ранен или что дорога покрыта льдом царь вы мне поможете я подскользнулся я неудачно упал не могу двигаться данная если я пересеку улицу я тоже упаду что ты от меня ждешь может если вы аккуратно пойдете да это единственный способ но пожалуйста нет времени чтобы вы терять ладно блага надо ему помочь какой добрый человек этот сей джима поспеши но дорога опасно скользкая будь осторожен если побежишь тебе капец где агона тебя ты осторожна как осторожна иду я же не хочу упасть почему-то у сей джима все время задание идти не идти медленно и не бежать в тюрьме что здесь добрался ты в порядке важен рамен что пожалуйста я знаю вы меня не знаете но можете его доставить у нас кончается время почему рамен важнее тебя кажется он уже холодный там стоит покрылся пожалуйста пожалуйста помогите мне хорошо ну куда мне отнести покупатель клиент ждет за углом вон там и сюда скорее нет он уже злится пожалуйста оставьте меня просто спасите рамен скоро лапша станет размокнет совсем 1 ладно я разберусь с этим но ты расслабся дружище не могу я беспокоюсь так вы пойдете по скользкой дороге если вы упадете рамен этого не переживет будьте осторожны пожалуйста нормально рамен выживет другие люди тоже могут падать и ты об них можешь споткнуться помогите вот это я понимаю симулятор зимы она не на время да я не знаю мне главное рамен не уронить как пьет просто как велосипед не споткнуть не беги все он прям закачался очень страшно было ты побежала нет все нормально и что осталось ждать вот ваш заказ спасибо друг очень большое тебе спасибо пересек такую скользкую улицу хотите как благодарить вон того парня благодарите я ему просто помог потому что он очень отчаянно хотел выполнить свою работу настоящий профессионал уверен что рамен будет только вкуснее от этого наслаждайтесь он будет им тут посереть дороге наслаждаться до справился раньше смог помочь да это точно и помог по незнакомцу смысле у меня даже слов не хватает что тебя отблагодарить одно аниме в плане физики какое браслет баланс теперь я не буду скользить на льду и правда как вот и врезаешься не это самая наслаждаться катайся земле точно такая же странная дерганая камень эйкин чуть знакомы а это похоже на финский я понял вот оно время сделать это или умереть так хочется конечно второе выбрать но не хочу ничего поймать я может неправильно понял и этот клуб это где сбежавший из деревни должен работать ты здесь работаешь апокалипсисе да в клубе хостов да вы к нам зайдете тоже мне ресторан массово я слышал там парень работаем массово здесь массово а кто он вам раз знакомую здесь или нет он ушел после одного дня забрал 300 тысяч смысле а а со штрафом 300 тысяч клиент который он обслуживал не заплатил по счету пост должен покрыть эти деньги если что-то происходит и вместо того чтобы взять ответственность он просто исчез мы его везде искали мы отследим этого идиота в конце концов и разберемся вот такой злой стал фигня собачьи вы его подставили до воспользовались тем что он ничего не знал в этом городе хорошо что и джима всех насквозь видят конечно можно их сгуд там когда станет слишком много цена на может вырастить но пока все отлично добавляй без проблем кто вообще подозрительного клиента дает новичку что я полагаю это значит я здесь не найду увидимся некоторые люди как смеют вообще да черт поделить дело самосово вот сфоткать можно и сплошные магазинчики тут фотка ателье риза фига ну круто почему нельзя то можно конечно если она у меня пойдет точно то то все можно ну или может если его нельзя спиратить она стоит миллион баксов тогда посмотрим вау какой грустой с ружьем а так я вообще хотел в эту игру кстати поиграть чё хотел а вспомнила карту хотела увидеть что такое аф-8р а чё в кабаре нету да тюкемина гайд может быть это нам нужно может он нам расскажет про кабаре или сэджима не ходит по голову кабаре кроме как в днд прошу прощения это высаживаем а с хорошими ляшками вы кто такой она еще от игры к игре становится все лучше и лучше и ляшки все что я принес да это которая благодаря которой стала популярна треугольная дырочка между ногами потому что настолько большие ляшки что там такая вот такой треугольничек получается это очень прикольно выглядит ничего себе а у меня никаких дырочек нет когда у меня ляшки тебя еще то ранг с а это ранее сс это я массово мы встретились моей деревне массу не ожидал с тобой встретиться я тоже удивлен когда приехали цукемина недавно слышал ты стал хостом был в том клубе а правда ничего не про меня сказали я посмотрела трейлер и там сплошные ляшки были просто блин отлично я я я хочу теперь тоже сам эту игру добавить еще пять раз не сказали что тебя следят должен им типа 300 тысяч йен да я меня подставили я понятия не имел что происходит неожиданно отказался должен да я знаю грязные трюки откуда интересно но ты был наивен конечно думал что легко срубишь денег если будешь хостом деревенщина вроде тебя легко становится жертвой тебе надо думать в этом ключе теперь понимаю я пытался ни во что не ввязываться опасная для тебя письмо от папы что отец написал да я настаиваю и настаиваю и твоя мама наставила чтобы я его лично тебе доставил похоже они оба тебе волнуются простите но если этот молодца я не могу принять почему очевидно он либо от меня отказывается с этим письмом либо приказ вернуться домой в том случае не хочу читать но у меня она не нужно просто возьми не хочу мать из никами не слушал чем мне его слушать так и думал что вы обычный взрослый я пошел не так быстро массово блин ну только не вы да мы ты скользкий тип массу серьезно лучше уйдешь давай сюда 300 тысяч ты не надо такие деньги как я по вашему заплачу мы тебе дали работу ты так нас благодаришь этому вас учат вашей захолустья слушай вор это не наша проблема где-то возьмешь деньги мамочку попроси помочь продай орган тоже сделал все правильно ты в настоящем мире так то нет у меня ничего жизнь преподносит уроки до сайжима-сан с другой стороны эти мальчики немного увлеклись им их тоже стоит проучить а ты кем себя заменил дед по хердавай проучим их обоих это урок чё за дерьмо этот парень машина сайжима-сан а вот зачем нам дали топливо для зажигалки если масло для зажигалки да хватило ублюдок до хватило наши мальчики зарабатывают своей внешностью пожалуйста не портите наш товар вы кто владелец апокалипсиса вы примите мое извинение от их от их имени и забудем об этом на счет долга массу долга массу все в порядке с этим разобрались смысле родители массу выплатили долг 500 тысяч кен заплатили не раздумывая когда объяснил ситуацию по телефону с процентами долг был 300 тысяч ен как получилось полмиллиона дополнительные 200 тысяч предложил отец он сказал это компенсация то что массу сбежал из клуба ответственный человек но мы с тобой больше не будем нам с тобой больше не о чем говорить массово ты должен быть благодарен своим родителям прощай промоют прок показать как получить по лицу мотоцикл полмиллиона да это много денег для твоих родителей еще не хочешь читать письмо можно меня увидеть пожалуйста конечно вы массу с тех пор как ты ушел я кое-что понял день должен был прийти наши деревни изолированы от остального общества должно быть выглядело очень скучно и в твоих глазах естественно что ты хочешь покинуть ее я пытался тебя остановить я не хотел тебя отпускать несмотря на то что достаточно взрослый чтобы быть самому по себе мое эго виновата и я знал что оно тебе вредит но у меня нет образования я никогда не жил в городе никогда не жил в большом городе тем более можешь представить как я беспокоился что мой единственный ребенок отправится в мир о котором я ничего не знаю когда ты выступил против меня я был ярости так я себя чувствовал и так есть я чувствую до сих пор в то же время я горжусь потому что мой сын ты вышел в большой открытый мир для этого нужна храбрость твоя мать и я будут радоваться этой мысли не волнуйся о нас можешь распустить свои крылья расправить крылья уверен встретишься с многими сложностями но уверен что ты со всем справишься не сдавайся масло не позволяй ребятам из города тебя испугать ты мой сын не могу тобой гордиться больше так что не сдавайся массово никогда никогда не сдавайся очень мило очень грустно потому что они выплатили за него долг я не знаю что на его месте сделал жизнь и терпения к мы встретимся снова как бы долго я не ждал буду ждать в этот день ты придешь как человек достойный быть человеком тогда я скажу тебе извини что мог вырастить тебя только маленькой деревушке прости что держал тебя в заперти извини что не слушал тебя папа ребенку нужно покинуть защиту своих родителей рано или поздно поэтому я не виню из тебя за то что ты сделал только когда ты делаешь первый шаг из гнезда понимаешь что родители тебя храняли изо всех сил но но ты не мог оставаться в городе ребенка маслом это точно тебе надо начинать ходить на своих двоих что мы сидим ты прав я мне нужно со всем разобраться мои родители выплатили мой долг ты защитил меня от этих парней теперь я понимаю мне нужно действительно стать независимым спасибо джима сан я буду стараться изо всех сил и буду достоин угро гордости своего отца все это хорошо береги себя масло все будет нормально это много для меня значит прощать да хороший парень не сдавайте маслом туда очень не хватает да это было хорошо почему-то дали мне вот так вот жизненный опыт перетек к тебе а я ходил ты обратно побежал это сюжет хочешь я хочу понять чё это на карте вот это что такое это и ф8р пошли туда а нет вообще-то хотел вот сюда тукими на гайд чтоб он сказал здесь есть кабаре потому что я ни одного не вижу вот мне тоже кажется что ты участвуешь и перерыв что кому-то я ненавижу попадать в драку потому что я потом не могу найти и чем туда на ту сторону направо на перейти улицу чуть-чуть правее вот сюда я сэмосэ хочу в кабаре клуб выпить поговорить о я знаю отлично место розовая ляжка на лавандовой улице интерьер немножко темноватый и места разделены друг от друга идеально подходит чтоб один на один провести время пойдем пойдем дайте мне минуточку за позвоню в клуб алло это арай да джентльмен хочется посетить ваше заведение хорошее время да отлично спасибо блин как классный сервис все готово сэр пожалуйста идите за мной откуда из города какого города стокио токио правда я тоже из токио что делаешь цуки мина ну это деликатная тема скажем так некоторые вещи не дают мне находиться в коншу сменю тему какой клуб ты меня ведешь девушки там хороший смысл какой такой смысл и есть не уверен какие ваши вкусы сэр но лично я рекомендую к гуечку какую значит будет даже девушка который ему рекомендовал да вода она просто с обложки журнала тело просто динамит подождите пока увидите и дырнете а сам кажется немножко с линцой но может выглядеть на самом деле очень умная и хорошо поддерживает разговор очень популярно среди людей постарших какая с чем она с янцой я просто говорю что не очень быстро воспринимает вещи идет в своем темпе и не стоит ее пытаться лекции читать на этот счет начни любит к и лекции читают кровь тип крови а 26 лет скорпион есть память меня не обманывает очень любит шоколад надо это записать принадлежка откупить ты права надо срочно это записать и не не принес меня я правда уже запомнил я принял все запомнил какой сан скорпион 26 лет тип крови а любит шоколад не любит лекции я так запомнил посмотрим чем случится группа крови и расцепо не это типа как гороскопы да вдруг нам понадобится кровь и мы будем знать кто потенциальный донор деньги мы с вас берем минимум здравствуйте да это она приятно познакомиться я как бы ура спасибо она даже визитку дала вот по видит да взаимно самой что хотите заказать у нас денег кстати более на башню шампанского не хватает это что же знаменитая башня из попок ого вот хочу шампанское с гачей хочешь испытать удачу сюда пожалуйста спасибо что пришли что же вам попадется скрестим пальцы стаминан спарк его неплохо всякие разные штуки бывают так благородно выглядите да внешность ничего не значит вообще ничего не значит пожар крутить головой настоящая ценность человека оценивается его действиями я бы сказал что хочу какой-нибудь якутзу в виаре но у меня теперь нет шлема в виаре поэтому уже не хочу я теперь как все эти плеби которые говорят блин а только под виар уверена что много впечатляющих вещей делали ну пожалуй ну ладно дайте пример какой-нибудь я был в тюрьме я был в тюрьме что все правда простите очень странный был вопрос моей точки с той стороны а ты давно в этой работе я в этом клубе уже три года но долго мотался сюда работал в других местах около шести лет сумма в это долгое время ветеран прям это точно девочки помладше зовут меня бабулей я тут самый старший в клубе да вот я хотел рассказать как избил медвезя но мне не дали блин вот если бы мы я морочи победили тогда да а как ты так долго этим занимаешься ну просто что ты подумаешь типа так произошло этого призвания блин я не хотел лекцию читать почему начал лекцию читать люди без чувства как это пирпус без цели в жизни дольше оказывается в местах которые ожидают может быть может быть пока я получаю хоть какую зарплату я даже не пытаюсь найти регулярных клиентов круто что тебя не уволили это точно менеджер все время говорит хотя бы заставить людей заказывать напитки не думал что ты хулиганка курит делать что-то делать ничего я забыл как правильно что тут делать сидит курит вспоминает как правильно вести себя в кабарет что ты подаришь школу медведя надо было взять с собой статуэтку деревянную поговорим или вопрос зададим у нас вроде были какие-то темы для разговоров да мы в тюрьме подцепили о как тут много всего женщины с большими грудями новогодняя еда в хоккайдо да ну чтобы на свиданку пригласить надо сначала сердечко повысить я слышу в хоккайдо еда традиционную новогоднюю еду на канун нового года это правда? правда в основном в острове я слышала ждут пока это настоящий новогодний начнется все да на новогодний канун мы традиционно едим субу а мы с ней что ждали? блин то есть воображение мы с ней говорили о том же самом это мы тоже едим но канун нового года еще более экстравагантное пиршество чем рождество для нас ого полагаю это потому что у вас тут морские и вода море подарки вам дарят даже не каждая часть страны имеет свою уникальную новогоднюю еду я раньше об этом не думал но хоккайдо такая очень вкусная Сайжима сана вы откуда? в Токио а что вас привело суки? тюрьма работа? работа или нет? ну фиг знает нет 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 не работа пришел сюда потому что захотел о неплохо хотел бы я тоже отдохнуть иногда не то что поддох был это я в комурочек приезжал работать знаете ж о хостас да просто чтобы денег заработать впечатляет спасибо что учишь меня общаться с девушкой впечатляет прыгнула в самолет на комурочек просто поработать в кабаре клубе ага там гораздо больше людей и платят лучше много денег заработала да все потратила мы это уже обсуждали а как так вышло? мы воображение обсуждали я закупал из Токио и ходил по клубам и все потратила которые возникли когда он сбежал от проблем ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- не сожалею. Живёшь по своим правилам, да? У нас есть подарки? Мясо оленя. Смотри, а тут люди не оскорбляют тебя за то, что тебя плохо пахнет. Хабары. Может просто от него хорошо пахнет. Лесом, табаком. Оленями. Медведями. Это блазнительно, да? Очень. Жми, не стесняйся. На это, ну ладно. Я хочу, чтобы ей понравиться. Нормальная тема. В общем, да, наверное. Я запомню. Спасибо. Понятияне, я не знал, что так много туристов приходят сюда, приезжается какая-то. Это впечатляет, да? Впечатлена людьми, которые это все делают. Те, кто приходит на них посмотреть в такой холод. Это про что мы говорим? Ладно. Фестиваль какая-то. Холод добавляет смысла. Согласен. Но с кем еще говорить про большую грудь, как не женщину, у которой большая грудь? Только она шарит. Люди справляются с холодом, чтобы увидеть искусство, которое исчезает, когда становится теплее. Ого. Вам такое нравится, да? Понятия не имела. Сама что-нибудь делала когда-нибудь? Не-не-не-не-не-не. В смысле, я построила снеговиков, когда была маленькая? Согласен. Понятно. Не похоже на ребенка, который любит на улице играть. Она же японка. Японки считаю огромная. Конечно, люди из Токио очень радуются, когда идет снег, потому что там это редко происходит. Но люди из Хоккайдо, там совершенно не весело. Здесь совершенно не весело, когда снег идет. Мендоксе, когда берешь лопату все время, раскапываешь, поехали в Хоккайдо. Просто возьмут? Нет. Будем свиней разводить. Понимаю. Я слышал, иногда снег скапливается выше ной с двухэтажный дом. Чему тут радоваться-то? Да. Было бы здорово посетить этот мест как туристу. Что делаешь, когда идет снег? Сидишь, свернувшись в футон? Нет. Отопление в моем доме так высоко понято, что внутри становится аж жарко. Назову тебя Сладкий пирожок. Да, давай. Полагаю, придется звать тебя Сладкий пирожок, потому что ты практически живешь в духовочке. Очень хорошо, мне понравилось. Неплохо. Если бы у меня было ваше чувство юмора, зиму было проще переносить. Не знаю, не знаю. Саджима-сан, вот такие бицухи. Обожаю. Правда? Да, я вот обожаю боевое искусство. Когда я смотрю драки по телевизору, прям на краюшке стула сижу. Я тоже. Ну да. Я тоже. Смотрел раньше рестлинг. Но мне больше нравится было искусство сейчас. Да-да-да-да-да-да. Жду с терпением передач на Новый год. Больше потрогать, если хочешь. Я не знаю. Я стесняюсь. С ней разговариваюсь. Ну такие варианты ответа непонятные. Что иметь в виду. Ты отвечаешь одно, он говорит совсем другое. Именно. Иксгуд хорошая шутка, чё ты. Правда, мне тоже понравилась хорошая шутка. Хахахахаха. Хахахаха. Хахахаха. Хахаха. 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 Нравится значит, да? Ой, это только половина. Что касается парней, мускулы — это просто лучшее. Эти все худенькие хосты — нет, спасибо. никогда не видела матч на самом деле хотел как-нибудь сходить на слишком боялся дна сходить туда не будет страшно все правда арестом тут есть я бы сходил я тяжело найти билеты события по моим искусством да все нормально я раньше помогал в одном доджо я все еще есть связи что правда блин круто сэйджима-сан и мы никуда не сходим до сурок уроки кантом время кончается хотите продлить при на на свидание позвать придется продлить чтобы поздравить на свидание кончилы хорошо наслаждайтесь разрешить потрогать до катя называют потом я бы обиделся у кирю все называли потом поэтому мы на них обиделись и не ходили к ним в кабаре хорошо когда над девушкой висит прогресс-бар понятно не хватает наверное да да всю жизнь после моей смены у меня уже планы на сегодня пожалуйста еще раз позовите меня а мы заплатили проблем понимаю видимо надо до конца ее ветку довести еще кроме того что просто больше с ней дружить да вы не в токио родились и джима-сан не есть конца и так и думала видно как кто-то из конца и потому как не говорят здесь родилась и выросла деревенская девушка значит деревенская насквозь откуда из хоккайдо с опора правда акцент у тебя нет только воображение не вопрос ника не было акцент такая была ребенком у людей из хоккайдо нет акцент не правда вернее собачьи должно быть хоть немного ну ладно может есть немножко из что человек из токио заметит а я не замечу у меня смущает все эти безопасности хорошо какая-то большое место может сапора исключение ты можешь свой собственный диалект не знаешь не то чтоб не знаю люди говорят путь вместо очень но я нет это что-то из такси про кирию до там что-то было такое суга понятно может это просто знак до люди за море других частей то хокко очень у них очень сильный акцент у них а чешуеть а чешуеть акцент а чешуеть это еще что смысле не говорите а чешуеть не опера слышу и чего должны везде использовать похоже не везде говоришь она из хоккайдо а ну да но она говоришь она родилась и выросла здесь напиток пустой хотеть где тратить деньги на качу как не в игре ческая фигня выпадет растения на сумму стимина ну спор всего за 10 тысяч дороже стоит смотри мешочек гравированный очень редкий давай ей подарим верьте в призраков я могу их видеть да я их вижу приходится верить он один за тобой в прошлый раз мы также ответили нет пожалуйста не издевайтесь что тебя напугало ненавижу просто историю про призраков с детства тогда зачем ты говорил выпускать мы тоже читали я тебе говорю было уже у нас это во сне хотел бы я чтоб призраки существовали и и зачем ну сейчас призраки значит мы остаемся жить в этом мире да как смешно с и джима сан да я буду мстить ничего не делать только темой какие темпки учить на своё китя хобби брожу по дому чего мочи это не хобби должно быть все что ты делаешь там внутри ну полагаю блок пишу о чем пишешь ну вещи типа и я сильно работаю но это работа это не хобби что ну ладно как насчет выпивки ее хобби это работа идеальная жизнь неудивительно что она работает столько лет хостас ты на работе пьешь пьешь смена заканчивается я иду в барах пью один из моих друзей работает девчачьим баре девчачьим баре это там где бармен и женщины да тип кабары клуба зачем девушка-то ходит женщина не надо платить за вход гораздо выгоднее чем обычный бар я не знал дешевле ну я так из нее разговора понял однажды мои друзья из колледжа позвонили и у нас было первое лббку за долгое время про геев чё туда барбекю но с ягненком мы готовили 20 студентов все вместе я университете не было после выпуска так что много воспоминаний мне внесло ягнячий барбекю вкусно нет смысла идти в цуки мена если не поешь его так думаете многие люди не мог с ним справиться так что я рада что вам нравится вы барбекюете среди масан люблю природу хожу все время думала что вы люди на природу ходить готовить хорошо хорошо работает готовит костры хорошо разжигаю или ем хорошо костры хорошо разжигаю могу на вершине снежной горы без зажигалки разжечь костер крутяк давайте бурбеки устроим вместе я знаю одну гору ладно возьми с собой хорошего мяса ты можешь не брать ух лишний был второй раз но я думал что она на свидание с нами пойдет кашку маримас окажется их сгоду травму нами своими бургерами конечно прошу тебя все еще раз то я приду правда я буду ждать спасибо за что давай мне сходить в кабаре ну либо спать либо сюжет так что предлагаю спать спасибо за сегодняшний день заходите еще да сиди и жди ладно очень мило с той стороны будках телефонах чего серьезно мы в таком году блин реально в будках жесть вот так кабаре было там прям откуда я пришел прикол ну было рядом сюжетом да а ты как раз до сюжета дошла удачно ну неудачно потому что мы оттуда ушли все спокойно очень всем пока увидимся в следующий раз и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»